Глава четвертая книги Иова И отвечал Елифас Фемонитянин и сказал, — Если попытаемся мы сказать тебе слово, не тяжело ли будет тебе? Впрочем, кто может возбранить слово? Вот ты наставлял многих, и опустившиеся руки поддерживал. Падающего восставляли слова твои, и гнущиеся колена ты укреплял. А теперь дошло до тебя, и ты из немог. Коснулась тебя, и ты упал духом. Богобоязненность твоя не должна ли быть твоей надеждой, и непорочность путей твоих упованием твоим? Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где праведные бывали искореняемы. Как я видал, то оравшее нечестие и сеявшее зло пожинают его. От дуновения Божия погибают, и от духа гнева его исчезают. Рев льва и голос рыкающего умолкает, и зубы с кимнов сокрушаются. Могучий лев погибает без добычи, и дети львицы рассеиваются. И вот ко мне тайно принеслось слово, и ухо мое приняло нечто от него. Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей, Объял меня ужас и трепет, и потряс все кости мои. И дух прошел надо мною, дыбом стали волоса на мне. Он стал, но я не распознал вида его. Только облик был перед глазами моими, тихое веяние. И я слышу голос, человек праведнее ли Бога, и муж чище ли Творца своего. Вот он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки, Тем более в обитающих в храминах избрения, которых основание — прах, Который истребляется скорее — моли. Между утром и вечером они распадаются, Не увидишь, как они вовсе исчезнут. Не погибают ли с ними и достоинства их? Они умирают, не достигнувши мудрости.